Уровень зараженности туберкулезом в Первоуральске превышает средний показатель по Свердловской области. Только за последние полгода в городе выявлено несколько десятков заболевших. Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики. Тему продолжат наши корреспонденты. Здесь поражены, видно, верхние доли обоих легких. И изменения выявлены, конечно же, при обращении с жалобами. У пациента здесь температура до 39-40 градусов, кашель, слабость, выраженная одышка. На этом снимке пораженные легкие пациента с уже открытой формой туберкулеза. Это опасное инфекционное заболевание в основном передается воздушно-капельным путем. При разговоре, дыхании, чихании и кашле человек выделяет в окружающую среду микобактерии, которые еще называют палочкой Коха. Как отмечают медики, туберкулезом может заразиться каждый. И в большинстве случаев болезнь начинается бессимптомно. Более высокому риску подвержены только те лица, у которых есть сниженный иммунодефицит. На фоне сопутствующих заболеваний, такие как сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, лица, страдающие с ВИЧ-инфекцией, и плюс лица, которые придерживаются очень строгих диет. За последние полгода в Первоуральске выявили 43 заболевших туберкулезом. Среди них четверо детей и один подросток. Основная часть – горожане трудоспособного возраста. 60% мужчины и 40 – женщины. Защитить человека от туберкулеза поможет вакцина, которую ставят детям в первый год жизни. После чего ежегодно проводят реакцию мантул или диаскин-тест, позволяющие выявить заболевания на ранних стадиях. Взрослым же врачи рекомендуют заниматься профилактикой. В нашем городе, как во всей стране, имеются современные цифровые флюорографические аппараты, которые помогают в диагностике самых минимальных изменений. Для профилактики с этим заболеванием проводится ежегодное флюорографическое обследование населения, начиная с 15 лет. Людям из группы риска обследование следует проходить два раза в год, говорят специалисты. Выявить туберкулез на ранних стадиях и своевременно начать лечение можно только с помощью снимков. Сделать флюорографию можно абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. График работы рентген кабинетов можно уточнить в регистратурах. Процедура совершенно безопасна. Данная аппаратура, которая у нас здесь, во второй поликлинике, также у нас сейчас проходит модернизация оборудования в первой поликлинике, на металлургов и на ОПО-3, на огнеупорщиков. Там ставится новое оборудование, также на малодозное. То есть никакого особого облучения оно не приносит. Также в Первоурайске работает выездной флюорограф. С графиком выездов в мобильный ларентген кабинета можно ознакомиться на сайте городской администрации. Птизиатры напоминают, больной человек является источником инфекции, пока не приступит к интенсивному лечению. Его проводят в течение двух-трех месяцев в туберкулезном стационаре, а затем в условиях дневного стационара и амбулаторно. Полный курс терапии составляет 6-8 месяцев, но при тяжелых формах бывает и дольше. Дмитрий Солюков, Евгений Шивов и Денис Хромцов. Новости Первоурайск.